Это спектакль-меледивка «Чучело». Что такое спектакль-меледивка? Я думаю, все, кто получил маску, уже поняли. Это спектакль, у которого нет никакой визуальной составляющей. То есть его не надо смотреть. Дамы и господа, время надевать маски. Убедительно просим не снимать их во время действия. Таковы правила. Добро пожаловать на территорию невидимых спектаклей, где главный герой — это ваше воображение. Это другой взгляд, в принципе, на мир и на действительность. Ты испытываешь и себя в том числе. Ты не знаешь меры своего воображения. Никто, садясь сюда и надевая маску, не подозревает, что он может сам создать в своей голове, слушая то, что происходит. Так это ты из-за меня? Нет, из Александра Сергеевича Пушкина. Но ты даешь. Когда родилась такая идея попробовать в театр в темноте, попробовать воздействовать на зрителей через другие средства, и мне показалось это сложным, в какой-то момент показалось это невозможным. Но когда ты начинаешь что-то делать, ставишь перед собой цель и чувствуешь, что в этом есть смысл, тогда у тебя находятся силы на этом, мысли, решения. Актеры подбирались среди тех, кого мы знали, но, естественно, делался упор на голосовые возможности. Здесь, видите, один актер играет по три, по четыре, иногда по пять ролей. Ну я рад, что ты все правильно понял. Не я рад, что ты все правильно понял. Так, и ты быстро пошел за баку. Ты помимо того, что должен это придумать, как это будет звучать, в какую сторону, где звук, где какой эффект, ты должен еще представить, как это действует на зрителя. Поэтому во время репетиции специфика была самой сложной в том, что ты должен сначала визуально это придумать, потом сядь, закрыть глаза и понять, как это воздействует. Ты чего делаешь? Ура! Ура! Подходи! Ура! Ура! Давай, ты чего? Давай! Ура! Самый необычный предмет, который у нас, наверное, используется, ну вот у нас есть там качели в одной стене, у нас одна героиня качается на качели, так это большая створка от огромных ворот. В шесть утра вскочила, здесь дом подняла, голову вымала. В процессе спектакля используется огромное количество реквизита, которые вот иногда имеют очень странные звуки, да, мы их используем совершенно по-другому. Дамы и господа, так, так, кончено. Благодарим вас за участие. Теперь вы можете снять маски. Если в обычном, ну, ты просто сидишь, слушаешь, а здесь, получается, ты через ощущение, ну, воспринимаешь и чувствуешь себя как героем, что ли, вот этого всего. Мне очень понравилось, что герои, ребята, что они, у них у всех разные голоса, и можно очень ярко представить, кто из них кто и кто как выглядит. Думали о том, что мы хотим переходить к театру в темноте, где не только зритель будет в равных условиях, зрячий и незрячий, но и актеры, зрячие и незрячие, окажутся в равных условиях, то есть в абсолютно темном пространстве. Я считаю, что это театр, который настолько же самостоятельный, настолько же широкий в своем развитии, развитие невизуальный, как и визуальный.